Ну что ж, дамы и господа, продолжаем. Na'Vi против Eugenius, второй матч Best of Five, гранд-финал D2 Western Challenge. Ну что, на этот раз Na'Vi выбирает себе Dair, и Eugenius благословно отдали им first pick, сказали, что хотят второй pick, хотят реагировать на драфт Na'Vi, смотреть на их первый pick, ну и Na'Vi забирают себе первым пиком Lycana. 10 секунд, дамы и Eugenius, бани Дума, а сами Eugenius за бани Виспа, а за бани Бэтрайдера более-менее стандартные баны. Ну и думаю, что делать дальше. Стоит ли повторять? Стоит ли опять набирать Брюмастера, Тайтхантера и так далее? Na'Vi показывает своим первым пиком, что они планируют отказываться от своих задумок. Ну и опять появляется Брюмастер, опять появляется Тайтхантер, и Eugenius готовы повторять. Посмотрим, как справиться с этим Na'Vi. Кого взять до банов? Стоит ли брать сейчас с ковер от мага? Такой вот вопрос. Большая часть игры сейчас происходит именно на драфте, как в принципе было и в прошлом матче, и Eugenius набрали огромный стимфайт потенциал, Na'Vi их не смогли переиграть, как ни старались. Но опять появляется Пак. Обсудили, похоже, на перекуре, что делать, что пошло не так. Ну и Na'Vi начинает банить. Смотрит, остались саппорты, остался какой-то герой для Артизи. В принципе, я бы не сказал, что Фантом Асайсен была прям критична. В прошлом матче большую часть работы проделал Тайтхантер, проделал Бэйн. Коделяни во всех плевали, всех цепляли, убивали. Ну и, собственно, Сэнд Кинг, Брэймастер. В общем-то, плюс 4 для Артизи. Большую часть работы проделали. Он был лишь запасным планом на случай Лайтгейма. Na'Vi опять банит от Олдивару, опять банит Тимплар Асайсен. Здесь Eugenius банит Фреона. У нас прям-таки зеркальный матч получается. Разве что сторонами поменялись команды. Ну и опять бан с ковер от мага. Один в один пока что повторяется. Бан на пике. Появляется Сэнд Кинг для Evil Geniuses. Ну а Na'Vi отбирают Бэйна. Пошли уже вариации. Захотели Na'Vi побольше контроля над полем боя. То есть как минимум одного будет усыплять Бэйн, другого пытаться держать в финсгрипе за этим файт. Было бы идеально хватать одного из этих товарищей, которые будут влетать со своими ультимейтами. То есть либо Брэймастер, либо Тайтхантера. Посмотрим, как это получится. Но весьма любопытно, появится ли Рубик, либо же Бэйном отыгрывать будет к уроке. Ультимейтов все еще огромное количество. Воровать есть чего. Но возможно хотелось бы заполучить какого-то джанглера еще в придаче. Ну что, Илл Джиннис, полторы минуты у них времени. Пока размышляет, какого брать ранджевого саппорта, какого героя брать. Артизи брать или опять Фантом Ассасин. Илл Джиннис себя сейчас должны чувствовать достаточно комфортно. Но понимаешь, что что-то здесь не так. Нави что-то задумали, и возможно последние два пика окажутся какими-то сюрпризами для всех этих тимфайт-персонажей. Надо понять, в чем здесь дело. И как эту головоломку решить. Так, ну и напомню. Обе команды сейчас в Европе. Спрашивали в перерыве, какой сервер. Сервер Люксембург. Обе команды готовятся к ИСО Франкфурт. Который будет, к слову, выходной. Весьма любопытно будет посмотреть, что будет там происходить. Там еще и азиатские команды будут участвовать. Отыгрывать будут на стадионе. Жакира появляется для Илл Джиннис, но Нави берут себе лешака. На этот раз весьма впечатляющая парочка роумеров. Бейн Лешак очень сильные саппорты. Будет давать на Атмара, будет давать в нее стан. Брейн Сап. Лайтинг Шторм. На ранних перемещениях Нави сейчас могут попытаться выйти в мидгейм уже достаточно сильными. Как бы Илл Джиннис за счет такой сильной связки саппортов и инициативы в ранней игре не потеряли. Банни сразу же Фейслис Войду, хотят спокойно перемещаться в тимфайтах, не хотят, чтобы стояла хроносфера на весь экран. Делила тимфайт на две части. Ну и последний банн от Нави, я не понимаю, что герой для Артизи остался. Посмотрим, готовы ли они встречаться с Фантом Ассайсом в бане Драгон Найта. Ну действительно, Драгон Найта, пожалуй, пострашнее будет. Артизи получает тинкера. Прямо-таки кэри потенциала нет у Илл Джиннисес, но в то же время Илл Джиннисес понимает, что кнопочка у них достаточно, магического урона достаточно. Райт кликера в привычном смысле здесь нет, но не считая, что Брюмастера, Тать Хантера будет якором, ведь это все понятно, но... На ультра лейтгейм Илл Джиннису здесь вовсе не рассчитывают, планируют побеждать за 20-30 минут. Ну и посмотрим, получится ли. Найта поняли сейчас, что если... Если в мидгейме они так сильно не просядут по опыту по золоту, можно вполне матч затягивать, выходить прямо-таки в лейтгейм. Ну понятно, что там и у Тинкера появится фарма, и появится у него и сайта в вайсе, и догона, и фейерлблейда. Будет он расстреливать всех подряд. Но уже тогда, возможно, появятся шансы. На этот раз у Илл Джиннис нет Бэйна, или Канн, если накопит себе хоть когда-нибудь на Блэк Ким Бар, уже будет себя более спокойно ощущать в тимфайтах. Ну и постепенно плана и становится понятен. То есть, как можно лучше провести раннюю игру, перемещаясь Бэйна, перемещаясь, пытаться лишь АК. Посмотрим, будет ли они перемещать, либо же просто отфармливаться, чтобы драться уже в полноценных тимфайтах, в 5 на 5 тимфайтах, быстро получить ультимейты свои. Пуш-потенциал есть, можно попробовать с Диаболик Эдиктами, с Леканом, попробовать сломать ранние вышки, но я не думаю, что это допустит Элджиниус, поэтому Нави должны рассчитывать на именно на первые ультимейты свои. Ну и то же самое можно сказать и Элджиниус, у них первые ультимейты в разы мощнее, то есть, если получится так же, как в прошлый раз, что Тайтхантер вышел очень отфармливанным с Лейна. Появится Рана Блинк у всех троих, что Брюмастер, что у Тайтхантера, что у Сэнд Кинга, если и на этот раз так получится, то все будет здорово. Ну и появляется Никс. Оффлайнер для Фанника. Никс будет решать проблему с Тинкером, каждый раз его находить. А у Е урона здесь огромное количество, апспайдкерпус будут биться все подряд. Никс будет с удовольствием вбегать, свою кнопочку нажимать в тимфайте. Станет двоих. Еще больше контроля у Нави. Опять-таки Ау Е стан. При датчик стану Лешака, в придачу контролем Бэйна. Пока. Герои в хвосту они будут пытаться удерживать, чтобы тот вгрызался. Так, ну и поехали, смотрим. Страна Радиент, Ивл Джиннисис. Зай опять на Сэнд Кинге, Мойсен опять на Брюмастере. Артизи в этот раз будет отыгрывать на Тинкере, отправляется на мид. ППД Жакира, ну и Юниверс Тайтхантера. На этот раз все-таки оффлейн Тайтхантера, не стали они отфармливать его, не стали отправлять его на сейфлейн. В прошлый раз менями делали финтушами Ивл Джиннисис, только из-за того, что они приходили убивать хвоста, пытались оставляли Мейсена на оффлейне с саппортом. Пытались Ликана напрягать, но на этот раз, похоже, задача у Ивл Джиннисис совсем другая. Дождутся они Блинкау Мейсена, спокойно пойдут воевать. Ликана присылать в итоге они из-за этого не будут. Хвост получит ранний фрифарм, но, похоже, с этим Ивл Джиннис готовы мириться. Ну и Нави хвост на Ликане, собственно. Курок или Шак, Пупей на Бэйне. Дэнди на мид отправляет стоять против Тинкера на паке, ну и фаник будет Никсом. Варт уже поставил, приглядывать будет за перемещениями саппорта. Саппортов. Ну и, как я понимаю, Ивл Джиннисис, драфт у них ну не то, что достаточно прям-таки жадный, но в то же время с Энд Кингу вовсе не обязательно куда-то прибегать в ранней игре, то есть сейчас можно вдвоем с Жакиром стакать вообще весь лес для Тинкера, для самого Сэнд Кинга, то есть можно будет фармить себе на Блинк. Если дадут им сейчас пространство на Нави, если сами Нави не будут набегать, Ивл Джиннисис с удовольствием эту возможность использует. И к десяток, пятнадцатой минуты уже появятся Блинки и фарм будет достаточно много. Старается блокировать от Крепов Юниверс. Ходит Бейн в невидимости, но это всего лишь Бейн. В Дайм Стайт Хантером они навряд ли кого-то смогут поймать. Хотелось бы поддержку, но поддержки никакой нет. Зай ходит, крутится вокруг Тинкера, смотрит, что делать дальше. А, ну Бейн, судя по всему, Юниверс хотел цеплять, как-то я. На фрифарме есть. Ну а Фанник прячется в кустах, пытается получать опыт. Опыт, собственно, получает здесь. Гонять его особо никто не собирается. Пиди, конечно, делает, от пола придется ходить туда смотреть, скорее всего, сейчас. Но в то же время Никс, как я понимаю, достаточно быстро вкачает свою вендетту. Там же можно будет за счет ганков пытаться вывести его Джиннис из зона комфорта. Так, ну и Тет Хантера все-таки поймали его, зажали его в угол. Пытается телепортировать с Юниверс. Никуда она отсюда не улетает. Пупей забирает Фосбат. Инвиз там закончился, но Тет Хантера, судя по всему, просто обошли и прогнали. Найтмер давал Бейн. Собственно, это позволило его подцепить. Ну и потом уже начали его гонять. Ну что, неплохой начал. Мой металль нажимает смок и готов идти убивать, пытаться Тинкера. У Тинкера рядом вообще нет никого из саппортов. Сэнд Кинг ушел. Некоторое время крутился он рядом. Тет Хантер сигнализирует, что куда-то все делись. Собственно, поэтому сейчас сам Тет Хантер держится рядом. Аккор Смеш вкачан, готов он пытаться спасать Артизи. Ну и появляется Бейн. Достает все-таки Найтмера. Принимает на себя вышку, Стан дали и добили. Тет Хантер, конечно, прибежал, лодкой размахивает. Куроки еще бы он не бил, к слову. Страдает здесь Куроки. Еще бы он не погиб от вышки. Вроде бы. Убили. Расходится. Прилетает обратно Тинкер. Тет Хантер обрабатывает здесь пока что Дензи. Пак получает сальву. И пора Юниорс убежать обратно на свой лейн. Опыта здесь немного успел получить, пока на фонтане был Артизи. Пора торопиться к хвосту. Пора получать опыт. Куроки пока что на базу слишком уж много, он хп потратил, но закуплен уже очередной смог в центре ворды. Клэрити для пупея. Тет Хантер начинает себе делать от пулы. Фаник забился подушку. Фаника здесь начинает уже гонять судя по всему саппорты. Саппорты делают здесь тройные от пулы. Ну и Мейсон действительно на фрифарминг. То есть единственная проблемная лейн сейчас у Илджиниус это собственно мид. Понятно, что Тет Хантер отдавал свой фестблат, но Тет Хантер, он и есть Тет Хантер. Рано или поздно появится. Неверо, уж фарм на нем сейчас не так важно. Понятно, что хотелось бы быстрый блинк, но быстрый блинк получит вместо него бримастер. Разницы особой. Илджиниус не видит. Так, ну что, подбирается подбирается к Фанику Зай. Фаник прекрасно все видел об серверах. Понимает, что здесь стоит вард. Тем не менее, Сент Кинг Фаника держит на дистанции. Коп-то старается его не подпускать. Никс уже третьего с половиной уровня. Ну, Юниорс уже постепенно начинает догонять. Ну что, очередной смок. Как я и говорю, саппорты Нави должны делать им весь Эрли Гейм убивать налево-направо. Посмотрим, будут ли убивать сейчас Тинкера, либо же придут во вход к Тайт Хантеру все же. Ну и действительно к Юниорсу отправляются. Смок уже скоро закончится, надо торопиться. Скрипы как раз заползают подушку. Юниорс принимается бежать, ну и находится всю эту парочку. Получает сплитверт. Пока что вгрызается у него хвост. Прилетает Пепиди, пытается помочь. Дает добрыст, но тем не менее Пупе уже на Киллингсбери. Нави уже ведут 0-3. На меде давайте посмотрим Артизи 17 лосхитов один раз погибал, а Дэнди за счет хаула уже 25 на 10 по крипам имеет. Понятно, что Фанник без крипов, Фанник. Гоняли его здесь саппорты, но тем не менее Фанник саппортов развлекает, подбегает каждый раз к крипам поближе, когда видит, что они пропали. Вард скоро закончится, но Никс уже пошел смотреть, куда это все делись. Пошел смотреть, какие здесь стаки приготовлены для Тинкера, но стаков здесь пока что особых нет. Если пока что фармит сам Сэнд Кинг, единственный стак это здесь. Ну, к слову, тройной стак. Посмотрим, кому он достанется, возьмет ли его за себе. Алиби же отдадут Артизи. Так, ну что, Дримкова в наличии. Если находит, находит Фанника, Фанник ползал, ползал по лесам, просто телепортируется, убегает. Эликет Фаер. В качественном ППД стана нет. Телепорт он. Забить не может. Ну, я думаю, сейчас саппорты опять соберутся, пора убивать в следующий раз кого-то. Дримкова теперь есть у Дэнди, можно к Дэнди перебежать, попробовать еще раз поцепить Тинкера, если это получится, будет совсем замечательно. У Тинкера пока только бутылка, только-только начинает ему здесь делать стаки юниорс. Сходил Дэнди, забирает Реген, маны хватает на все подряд. Точнее, включается Реген здесь. Появляется Хейст. Смок поражали, заодно руну сейчас заберут. За Хейстом выбегает здесь Жакира. Хейст съедает. Дримкова моментально получил. С руки он начинает убивать, понимает ППД, что порвет Дримкова и сразу же погибнет, но погибает и так. С Халом здесь урона хватает. Не самая желанная цель для Смокганга была, но в то же время Нави довольствуется тем, что получили. Ходит, расставляет ворды, Пупей блокирует Физпот, то есть этот ганг был не просто так, это был исково вражеский лес для того, чтобы здесь все заблокировать, чтобы здесь не расфармливался Зай. Фальник возвращается обратно на свой, пошел получать свой пятый уровень. Тайдхантер, давайте посмотрим, четвертый он начинает вводить здесь, точнее продолжает делать стаки для Тинкера. Может, конечно, и сам пробовать забирать с Анкер Смэш, но пока что первый только Анкер Смэш. Второй, Кракеншелл, пока что у него на это везет огромное количество времени. Ну и Куроки здесь уже включает свой диаболик Эдик, ты проседает постепенно Тауэр, но выгрызается хвост, волком пошел выводить крипов, пытается прогнать юниорс, который этих крипов забирает, приходится волка возвращаясь, чтобы тот потанковал. Но приходит еще ППД, пытался поденять Тауэр, Тауэр заденайт не получилось. Куроки, отличный сплитверд, подстанил Мэссен, чтобы тот не догонял. Мэссен тем не менее показывает Бринк, вылетает и Куроки добил. Стоял на фрифарме, фармивая Бримастер, но и наконец свой Бринк купил, сразу же моментально реализовывает. Бринк параллельно появляется и у Дэнди. Бэйн пока что только четвертую, хотелось бы побыстрее получить Финсгрип, возможно Бэйну сейчас даже какую-то из лейнфа дадут. А Фанник здесь воюет с Сэнд Кингом. У Сэнд Кинга слово 1900 в кармане, то есть ему один крипвейв зафармить уже все станет замечательно. Уже появится второй Бринк Дайгер. Тинкер отправляется пока что фармить свои стаки, на мид можно на миде можно оставить саппорта, здесь как раз невидимый Пиди рассказывает. Забежит сейчас по центре вард, видит его прекрасно Дэнди. Ну и на мид перебегает и Мэйсен, он праймл сплит свой так и не использовал, пора использовать, пора ловить пака. Надеются они на руну, судя по всему, но паку бить довольно сложно. А саппорт и наи пошли искать Зая. Видели, что он фармит, но Зая уже избежала опасности. Постанил еще и Дэнди по пути. Айс Пат подложили под паком. Сбили ему моблинг, вылетает Мэйсен, дает Прайм и Сплит, ну и начинает бросать свои камни. Куроки получает Найтмар. Найтмар моментально снимает одна из панд. Куроки погибает первая от ракет. Остальным пора бежать. Отпрыгивает Дэнди. Панды в погоне, но уже складывается обратно. Мэйсен отпрыгивает. Ну что, забежали, достаточно агрессивно забежали наи, прошлись под вардом, прекрасно их видели. Собственно, поэтому Сэнд Кинга поставить не получилось, он начал убегать. Ну и как раз по пути попался. Пак, чей был пак, еще и не убили, по ходу дела. Прогоняет Дэнди с Тинкером обратно на базу. 1300 в кармане у Артизи. Зафар Блинг Дайгер. Заганка всего сейчас у Нави не получилось. Так, Фаник воюет здесь против ППД. Есть Свиндетта, если что, даст Свиндетта. Решил не надеяться на этот урон. Да и в любом случае урона бы этого не хватало. Прилетает сразу же Артизи. Прилетел просто на телепортах. Усыпляет там Бейн сам себя от ракет. У вас понимает, что ему внимание вообще перестали уделять. Скоро доделает свою некрономику, ну и уже можно будет и Рошана попытаться соворовать и в то же время можно будет начинать уже какие-то пуши. Так, Дэнди Дринкойл дает, но тем не менее Хейст успел забрать Артизи. Дринкойл буквально на миллиметр не дотянулся. Ну что, давайте смотреть, как дела по Нетворсу. Хвост на первом месте. Понятно, что есть он и на фрифарме 80 лоскитов у него на 10-й минуте. И вышку они убивали. На втором месте пак. Пак с блинком, у пака все тоже замечательно. Ну и постепенно Нави окружает Рошана, готовится, собирается. Зовут хвоста. Тут перебежками от кемпа к кемпу, через лешую, приближается к миду. А здесь переходит Фаник, готовый убивать Артизи. Вакуум проверяет, есть ли видимость. Вижу, но нет. Фаник размахивает, стан дает, но стан не попадает, поэтому Артизи отходит. Влетает вместо него Зай, влетает вместо него Бремастер, моментально минус Фаник. Дэнди пытается бежать, с камнем его тоже добили. Это даблкил для Мейсена. Нави похоже не ожидали такой внезапности. Ну и похоже потеряют сейчас мид. Бэйн, пора лететь. Если хотят они мид спасти, понимая, что сейчас прилетать будет, там еще и рауш есть у Юниерс, Юниерс с полной маной. Ну и пока что ставится пауза. Просит паузу. Не лженисис. Хвост рядом, хвоста маны даже на ультимейт не хватает. Похоже придется так и отдавать эту вышку как бы сейчас Нави. Таким образом преимущество не выпустили по аналогии с прошлым матчем. Сейчас они неплохо побегали с саппортами. Саппорты огромную работу проделали, что куроки, что купей на Бене. Бен с Лешаком бегали. Пространство создавали, убили и Тинкера разок, убили и Тайтхантера пару раз. Пытались помешать Сенткингу, заблокировали лес. Но тем не менее уже два блинка в наличии. Третий в пути скоро появится блинка у Тайтхантера, пока что у него только в районе 1000 золота. Но сейчас если посыплются вышки, то уже у Нави будут неприятности. Так, ну и давайте смотреть графики здесь, конечно, не видно. А ну, хотя в районе 1500 преимущества сейчас по золоту у Нави. А Илл Джинниса за счет экстака всех, за счет джанглинга Сенткинга, есть в районе 3000 преимущества по опыту. Го, говорят ЭДи. Отжимаем паузу. Ну и на вышку смело набегает, ничего не бояться. Илл Джинниса знает, что кто на них экстенцирует, получится моментально раушь от Тайтхантера. Рядом крутится за и хп маловато, но не беда. Артизи приносит себе бутсов трейл, запускает сразу же марш. На марш никто не должен бежать, но уже крипы его заканчиваются. Вышку надо добить. Пытался волком поденять хвост, но все-таки вышка достается бюремастеру, у которого, к слову, уже 2000. Если прилетает Артизи на бутсов трейл, прогоняет хвоста. Чего бы он не попался Бэйна, но Бэйн пока что без ультимейта тинкера никак не подцепить. Перемещается на чуть ли не всей командой на ботом-лайн зовут и Дэнди. Рошан пока что не трогает, понимает, что на Рошане их смогут поймать, да у Рошана хотелось бы кого-то убить, ну и собственно отправляется на поиски переключений. Фаник становится невидимым, прожимает свою виндетту, пошел искать кого-то. Видит здесь Вардом прекрасно, видит Юниверса, его надо убивать аккуратно, у него ревеш, у него Кракеншелл, но тем не менее справились. Вард Хантер ничего толком сделать не смог. Ну и здесь Хвост в погоне за тинкером, судя по всему, тинкер находит, тинкер ловит, получает Бростракт, Хвост погибает первым от Вайзера, Дэнди пытается пробиться через Айн, дает Римкоил, но сам погибает. Артизи, конечно же, съели волками в итоге, но тем не менее все получилось достаточно неплохо. Находит Пупе, выкупался там Юниверс, торопится, бежит. Пошел, находит Фанника, забивает им телепорт и еще и Фанника сейчас убьют. Бэйна там добили, вот здесь Фанника, якорем добивает Тайт Хантер. Ну что, 8-6, Найи потеряли большую часть команды сейчас. Ну и теряет очередной тавер. Немного увлеклись, Тайт Хантера убили замечательно, но Хвост параллельно развлекался там с тинкером, выяснилось, что тинкера убить быстро не успевают они. Зай успел прийти на помощь. Так, приходит Бэйна, отгоняет их. Весьма решительно отгоняет от вышки. Знаю, что рауза нет, но в то же время есть Прайм Сплит, есть Эпицентр. Нажимал себе Смок Зай, находит моментально на Дензи, ну и на Дензи всех прыгают. Готов паку убивать. Прожимает стики, пока что живет. Укатывается на Сворб. Сразу же, моментально, вылетает Артизи, начинает разбрасывать свои ракеты, получает Найтмар. Прайм Сплит пошел, хвост камень. С Артизи сняли Найтмар. Хвоста начинает фокусироваться, полетели ракеты, хвост пока что живет, хвоста добивает. Здесь в итоге Тайтхантер. Ну и Зай погонит за Дензи и похоже, сам здесь от него так и погибнет. Дензи добивает Зай, прыгает обратно. Здесь Тан на Мэйссен, Мэйсен сложился обратно. Хочет добить Пупея напоследок. Пупея дает сам себе Найтмар и в итоге сам себя Найтмар за Денайл. Не успел снять. Дензи Дримку на Артизи и Артизи тоже добивает. Теперь уже четверых теряют Илл Джениусс. В живых остался Тайтхантер, который выкупался до этого, то есть блинк у него явно будет не так быстро. Ну а Нави получает довольно много преимуществ. Сейчас отбили себе обратно то, что они потеряли по опыту. Илл Джениусс спорили, что так вот аркадно драться возможно не лучшая идея. Возможно стоит быть аккуратнее. А то уж прям таки они влетели у них. Нейра уже не было. Ни эпицентра не дали потратить Сент-Кингу. Сент-Кингу сразу же проконтролили. Сидел он там в кустах. Собственно с него и началось. Ну и Нави мы металл нажимаем смоку и пошли опять кого-то искать. Нельзя прекращать агрессию. Надо выводить Илл Джениусс из зоны комфорта. Надо убивать по одному налево-направо находить. Пошли искать Джакира. Здесь рядом еще и Тинкер. Тинкер прям таки желанная цель была бы. Паник становится невидимым. Приходит Артизи находит. Артизи пытался бегать на своих буссов трейл, но этому спида оказывается недостаточно. попал на импейл и сразу же погибает. Ну и Пиквенди вслед за ним. Дракон добивает. Влетает тем не менее Зай с своим эпицентром. Моментально минусует двоих и это уже размет 2 в 2. Зай Стан получает. У Дензи маловато. КП Чебл не наступил на него Мысин. Раз не наступил влетает с Блинка дает им крит. Дает пиво. Ну и трипл килл для Зая. Приходится эвакуироваться в Фанику. Тинкера конечно убили замечательно это все очень здорово но потеряли слишком много своих при этом. Зай опять как всегда оказывается рядом приходит на помощь. Добивает Ауэр Мейсин уже скоро появится у нее огонь. Таким темпом полторы тысячи в наличии уже из трех необходимых. У Сэнд Кинга 1700 1800 золота даже. Забирает регену дает бутылку обратно. Давайте посмотрим как глава хвоста хвоста доделает пока что третий экран на концевой. Пока что не хочет больше ни в чем участвовать. Ну а Нави не прекращает свои набеги они понимают что остановят они набеги потеряют пространство на карте сразу же начнут собираться тогда Evil Genius пятером. Это будет одна сплошная проблема. Фаник покупает Блинк ну и пошел опять искать жертву. Никого не найдет потому что Evil Genius все крутятся в раннем до приглядывать за Артизи. Надо дождаться когда у него наконец появится Блинк Дайгер. Пока что у него только 1600. Надо дождаться Блинка и Утайд Хантера. Появится два Блинка у этих товарищей уже будет куда свободнее. Нави забегает прям таки в лес в самое пекло. Заметли Пупея уже пошел туда пинг. Бейнер расхаживает смотрит да там действительно фармится все что можно зафармить. Зовет к уроке что мол давай рядом и Фаник. Виндет уже закончилась но 10 секунд до следующей. Так Блинк себе приносит Юниверс. Нет пока что не приносит пока что просто нажали смог. Пошли искать с хвоста. Ну и Нави понимает что пора бежать на Рошана раз никого нет в той зоне можно забрать здесь сейчас ботом Тауэр разменять на топ. Ну и пока все на топе надо Рошана будет быстрее убивать. Они как раз клюют Тауэр видят что никто не идет их убивать. Понимая что все на топе. Хвост топа благоразумно уходит. И рядом с Рошаном сейчас внезапно Нави все оказываются. Если смог закончиться показывает себя Тинкер показывает себя Брюмастер. Волками хвост продолжает разведывать. Надо найти всех остальных смог заканчиться ну и теперь уже все. Стало совершенно ясно. Сразу же выдвигается. Находит там дабл демэдж по пути забирает пак. Ну и Нави в итоге оказывается выигрыша. Вышку они разменяли. То есть они убили Тауэр на бот Лэйн и потеряли Тауэр на топе это не так страшно. А с Рошана сейчас снимут опыт снимет дополнительное золото. Плюс еще есть параллельно фармить Лэйн Фаник. Ну что смотрим графики. Нави чуть меньше тысячи по золоту неуверенно обновился Лэйрошан Илл Джиннис 2000 по опыту. Ну и надрывает какой-то симфайт Нави готов драться у них аэгис у них вроде все готово. Уилл Джиннис тоже все блинки в наличии. В смоке они сейчас конечно сбегли кого-то поискали. Ну готовы. Отвечает на вражескую агрессию в случае чего. Мега появилась в Сент Кинга. Весьма богатый Зай. Так вышку бы волками съедает Ликан. Не торопился Жакира с Дэнаем и за это поплатился бесплатно золото Нави с карты собирают. Ходит пока что фармят вражеский лес. Карту в итоге поделили вертикально. Саппорт Иволджинис понимает что надо приглядывать сейчас за тинкером. Надо фармить вражеский лес сейчас. Ну и сейчас будет у кого первым сдадут нервы. То есть кто первый набросится на Терда. Кто полетит на Терда дефать. Нави всегда могут позвать хвоста с его некрономикой попробовать погрызть вышку. Если уже начинает обрабатывать вышку Жакира. Иволджинис зовут Нави на бой. Вопрос лишь в том готовы ли Нави его принять. Есть Аэгис да это конечно замечательно но уж больно там много. Тимфайт ультимейтов будет лететь особенно учитывая что там еще и марш машин. Постоянность вам ракета от Тинкера. Иволджинис нажимает противфайн Нави моментально телепортируется понимает что здесь совсем мало осталось героев и приходится Иволджинис отказываться от вышки. Приходится бежать. Так доминейтинг. Тинкера между прочим поймали Тинкера убил Никс Соло. Бегал здесь Фаникса второй Виндет и Никса. Тинкер просто уже разваливается. Ну и здесь эпицентр эпицентр на Денди на Пупе. Пупе погибает первым вторым погибает Денди хватило урона на обоих. Хвост давай вгрызаться взаим. Здесь катает Лешака Мэйсен на Торнадо Хвост сейчас уже превратится обратно в человека влетает Юниерс убил Некрономик очень много урона получил. Ну и сейчас Хвост превратится обратно в человека прямо таки он в воздухе превращается в человека. Рауш есть но у Юниерса маловато ХП он бегает на хесте думает стоит ли продолжать скорее всего не стоит. Расходится. Ликан Тауэр в итоге заденайл. Но пространство на карте сейчас и у Джениса получили. За Тинкера отомстили убили двоих в принципе сейчас и у Дженис должны быть довольно рады произошедшим такой размен их должен устраивать. Так ну что Хвост второе птица с Блоким Баром осталось тысячам буквально на рецепт появится Блоким Бар уже будет в разы проще драться скорее всего и остальным героям надо будет собирать этот артефакт в частности Бэйну если он не хочет чтобы забивали ему Финс Гриб если не хочет погибать просто от всего про каста. Блэйдстоун у Фаника похоже нацелился на сайт у вас здесь действительно контроли будут очень важны. Ну а у Дэнди появляется в Ставх у Физдердри похоже это Форстаф выталкивать из Раужей выталкивать из эпицентров помогать своим посмотрим возможно даже не Корономик он появится либо Дагон кто его знает возможно задача дуэли на лазерах с Тинкером 1800 у Артизи можно купить Госсептер пока что золото не тратит возможно план совсем другой и посмотрим появится ли сейчас Ультиматор появится ли сейчас Дагон пожалуй хотелось бы Сайфу Вайз сделать как можно быстрее как можно быстрее кого-то хватать понятно что ребят с Блинком хватает что инициировать может любой хоть Сэнд Кинг хоть Тайд Хантер но хотелось бы максимум контроля на случай если что это пойдет не так нажимает Элджинис смок и готовы искать Анинави прекрасно видит здесь вордом ну кстати не уверен заметили куроки был ли он в ренже теперь уже точно прошелся по ворду Фаник на поиске Тинкера Тинкер в это время прячется на ботом лейне здесь поджидает его Дэнди так пришел Бэйн ну и всех из смока вывел не стали не глядя на хагрант влетать СиДжи пока что просто ходит ворды зачищает как минимум прогнали Фаник из леса но есть уже ультимой тор давайте посмотрим как два хвоста с Блэкин Баром Блэкин Бар действительно есть уже через минуту пропадает айгус возможно хотелось бы этот айгус сейчас реализовать куда-то сбегать уплотняется тем временем или шаг купил себе поинт бустер у Дэнди появляется Юл ну кстати неплохо Сайтовайз появлялся бы гораздо дольше Дэнди понимает что с фармом все не так здорово в середине списка по нотворцу с Юлом можно моментально нажимать Юл во-первых на Бремастер который будет влетать своим Прайма сплитом либо него либо Тейдхантера забивать эпицентр Сэнд Кингу хоть какой-то контроль нужен ну и опять же ловить Тинкера забивать телепорты это все полезно теперь помимо Дрэнк Вэл появляется еще один контроль контроль не самый надежный в сравнении с Хиксом на второе время весьма полезный перемещается опять на вражеский лес так ну что Илджинс ждут они когда пропадет Айгис Айгис сейчас уже пропадает постепенно по нулю сводится все по золоту по графику У Илджинс все еще есть преимущество по опыту где-то 2500 сейчас они как бы не начали провисать далее пространство на и поформить делают ставку на своего Тинкера в лейтгейме на то что Артизи сейчас соберется а этого всех убьет Тинкер в принципе доволен что сейчас им дают поформить но скоро начнется Илджинс выходит бежит Тайтхантер видно хвоста хвост сейчас без Айгис хвосту надо отходить но хвост с блэкимбаром на него влетать не лучшая идея показали себя его джинисус а теперь дело за нави либо расходиться либо пытаться как-то их обрабатывать без Айгис но вряд ли хотят сейчас драться крутится Бэйн ходит с гемом находит вард но понимаешь что теперь и самого его видно пора бежать артизи все леса тем временем пылесосит здесь крипы подбираются постепенно к хайграунду за счет того сломанного тавера который задан хвост а зай ходит убивает они волков есть гейм с обоих сторон то есть сейчас начнут пропадать варды из карт расставляет тем не менее на хайграунды обсервировали пиди ну что дальше следующий рошан до следующего рошана сейчас узнаем сколько буквально через полминуты появится таймер пока что вилджейнс делает выход на мид параллельно здесь фармит артизи к нему на помощь приходит фаник готов его здесь тайн забивать им телепорт либо убивать но тинкер не попадается пока прилетает уже к своим в итоге у нави сейчас не хватает фаника вот он в принципе и прилетел сейчас что-то будет ситуация весьма взрывоопасна размахивается импэйном поставлен жакира моноберн дал лаки вгрызаются влетает энди параллельно здесь ловит и убивает просто бэйна который ходил там смотрел на варды грызут волки мейс холостой работают ракеты бэйна убили но сейчас появится обратно бэйна не такой долгий респаун таймер 20 секунд уэлл женисус и пока что вроде довольны результатом урны судя по всему нет ппд никак не прохилить 10 мейку сэндхинга но тратить на ппд не хочет тот принес себе салю но это слишком много времени заняло и таким образом на убийстве бэйна так и не сыграли ждали пока прохилится жакира торопится пуфей обратно ну и нави готовится защищать следующий раз от вышки уже практически ничего не осталось обрабатывает каждый раз жакира ликвидфайром не стоит недооценивать этот урон на вышке тикает по 15 расчищается ликвидфайр дэнди сбивает брингзай так аспад подложили ну и тару все-таки подэнай пак ну что второй тир 2 тару задэнай линай но в то же время пространство получает его джиннис в следующий раз уже можно будет с хаграном что-то придумывать летят ракеты в ликаном аккуратно отходит его джиннис не торопится прикрывает своих тинкер дал понять что не стоит сейчас гоняться не стоит пытаться добить кого-то кто отходит ну и рошан уже живой то есть сейчас уже нави должны пытаться своровать эту рошану посмотрим получится ли у них учитывая что гем с обоих сторон вижна нет вообще ни у кого сейчас на эту рошана хвост должен проверять его волками постоянно сейчас будет волки пока что стоят на речке просто прохлаждаются летит робов матча и судя по всему это все это вайс да доделается в артефакт тинкер закупился стоят они уже на рошане готовы драться на рошане крипами здесь видели хвоста видели пупея видели тензи поджимают ждут тинкер когда прилетит артизи артизи сходил забрал из курьера прям таки ашнатауэр прилетел не поленился прилетает довольно далеко крипуев слишком близко здесь были крипы к тавру ну что готовы на бой лджинис сейчас будет скорее всего решающий бой кто его проиграет тот останется без арошана скорее всего и нави уже окружают стоят смоки стоит фаник стоит пупей дэнди в задних рядах не перячется в лесу понимает что здесь по лесам и тинкер будет скакать и езай так айс-пад дали дали орб моментально усыпляет ппд все остальные стоят смотр и ты говоришь делать что хотите мы сейчас будем спасать его вылетает летает юниус дает раунж хвост блокимбар выгрызается артизи марш он запустил но пока что ничего особо не делает блинком забивает дэнди дэнди находит тинкера дает им дринкоил задерживает получается артизи начинает воевать с дэнди ну а здесь тем временем мясорубка уже потеряли сэндкинг уже потеряли жакира тинкер перепрыгивает дэнди добьет лего куда делся тинкер тинкер успел улететь на базу ну а здесь уже всех остальных его джини потеряли как-то думал не успеет он телепортироваться думал он погиб но нет ну что нави получает рошана тинкер поджимает конечно на топе сейчас придется кому-то лететь дэфф но драка определенно вышла очень удачная подставился жакира думал что сейчас нави на него набросится дадут они все станет сразу замечательно но параллельно хвост вбежал задача была Блэкин Барри просто не давать раскручивать эпицентр параллельно попался Артизи который толком за тимфайт вообще ничего не смог сделать с своим сайтом вайс воевал с Дэнди пытался просто выживать нави в итоге Элджинис проконтролировали на все 100% изолировали тинкера по лесам тут скакал так ну и находит находит Артизи это виндетта это все остальное успел дать эту вайс на Дэнди но Дэнди сам его уже добивает затягивается игра уже 31 минута ну и таким образом постепенно выходит в лейтгейм уже показали Блэкин Барсуэй показал дэнди свой убили уже тинкера несколько раз 6 смертей в Артизи к слову рошан цельствую аэкзрюм сейчас можно и попушить конечно ультимейт сейчас откатываются пиццентр даже не был потрачен 30 секунд дарай уже Но вышку можно попробовать успеть Покусать Как минимум зафармить вражеский лес Так, ну что, смотрим Казалось бы, 16-17, по золоту все вернулось в ноль По золоту все совсем ничего не понятно А вот по опыту все показывает нам Насколько важен был прошлый тимфайт Для Нави Если бы этот тимфайт они проиграли Иллджинис бы разгонялись и дальше получали Рошана ломали бы вышку Ну а в итоге Рошану потеряли 5 тысячи преимущества по опыту есть уже в Нави 10 тысяч они заработали в прошлом тимфайте Ну уже с Эггисом Хвост вышку дгрызает Влетел Зайк, он совсем никому не попал Пришлось спасать его Форстафом Влетает Энди, дает Дримкоил моментально получает Нави-Рауш Хвост пока что не тратит туда Кимбар Трастит вместо него Эггис Высказывает Сайт Хвост Влетает моментально с Эпицентром Зайк Но Хвост нажимает ультимейт И бежает Сайт Вайз пробежала Турбо-свинья Здесь Пупея прикрывает всех Дает время убежать Хвосту Хвост уже телепортировался Потеряли в итоге Никса Потеряли Бэйну Но могло быть и хуже Потратили Айгис Но как минимум Второй раз Хвост не погиб Несмотря на то что пытались И Эпицентром под него крутили Айспат подкладывали Тем не менее урона не хватило Успел все-таки нажать свой ультимейт Вышел из контроля Так ну что дальше Блэкинбар Упака Дэнс покупает свой Блэкинбар Теперь с Тинкером будет бороться Не страшно ему будет Сайт Вайз Не страшно ему будет Лайдер и так далее В тимфайтах можно будет Не бояться особо Понятно что марш Дамажит через Блэкинбар Но помимо этого Больше особо ничего не страшно Конечно 40 бьет Мейсон Критует по Дсотне Но Дсотне это уже выглядит Несерьезно Наук уроки уже огоним Покупал на себе Пойнт Бустер достаточно давно Здесь Витальцы Бустер Уплотняются Нави Хотят просто жить В тимфайтах Когда происходит реверс Уппеет тоже Угрклаб Кэжул Клок Смягчит магический урон по нему И потом тоже Блэкинбар свой Доделает Ну а Хвост доделывает Кирасу И готовы Нави в принципе Атаковать следующий Тауэр Скорее всего Пока что фармятся стаки Дэнди спрятался Думает кто же падет Отпушить этот лейн ждет Судя по всему тинкером Не вытерпел Показал себя И вот Дженис уже будет отыгрывать Не так смело Сбили с них спесь Сейчас Нави Сбили весьма серьезно Здесь тысяча по одному графику Тысяча по другому Ходов дефайнс у Тайтхантера Нацелил синий раз на Пайп оф инсайт Ну и Лженис начинает Постепенно передвижение Здесь остался последний Тауэр Помимо этого Больше некуда идти Попросту Рошана Нави уже убили Ходится Эйкс им хвост Кстати пропал уже Эйкс Выбежит Да точно Блэкин Бар теперь появляется У Тинкера 10 секунд Ну что Тайминг Поражайте кнопочки Сейчас будет просто Максимально важен В следующем тимфайте Собьют ли кому-то блинк Поймают ли кого-то До Блэкин Бара Все это будет очень важно То есть пройдет ли Сайтовайс Пройдет ли Юла Дэнди Ну а пока Разменятся вышками Тир 2 убивает Илджинесу Это последний внешний Тауэр У Нави Ну а Нави съедает Тир 2 на миде И готовы в принципе съедать Тир 2 и на топе Задача Илджинеса Сейчас вернуть всех обратно Нацелюсь Пуш на хайграунд Прилетает на дальнее строение Купей Вард здесь уже поставили Вижн есть у Юла Дэндиеса Юла Дэндиеса уходит Надо спасти свою вышку Так на колоид Лоид хвоста Хвост задержался Сразу получает Ирауш и все остальное Это минус ликаны Пока нет 70 секунд ликаны Ну конечно бежать через эту карту Там что-то допушить явно не будут Но как минимум Есть время отпушить сейчас Свои лейны Если до этого Нави выглядели Очень угрожающе Сейчас Разменились чуть ли Не все этого раз Собирались карты Последние Но в итоге Эту вышку задефили Илджинеса И в то же время Убили хвоста Сейчас у них Помог контролировать И становится Просто прекрасно Ну что Придется ждать Третьего Рошана Игра выходит Прямо таки в лейт До таймера Буквально 2 минуты Потом уже узнаем Когда этот Рошан Появится Так ну и давайте Прокликаем Посмотрим Что кому надо собрать Есть Войдсон у ППД ППД хочет собрать себе Юл По аналогии с Дэнди Хватает уже на Став Если что Персеверанс у Мейсена Планирует делать Рефрешер Судя по всему Либо Линкин Посмотрим Что он выберет Рефрешер Поприятнее будет Блокимбару Артизим уже обсудили Он уже копит На следующий артефакт Пока оставляет золото На байбэк Ну и пайп У Тайтхантера Так ну и на Блокимбару нужен Бэйну Здесь Блокимбару делает Так уроки У всех будет По Блокимбару Судя по всему В этом матче Фаник так и ходит С бустером своим Доделал себе Эвл Энди собирается По ботлейну Параллельно По топу Расскажет Эвл Тинкер Тинкер уже подкладывает Марш Как бы не попался Сейчас Тинкер Можно построить Здесь план По его убийству Чтобы там И спайдкерпес Прожимали И десять тысяч Ивл Вдавали Подбрасывали Забивали Блин Хватали Финсгриппом Но уже Торопится Торопится Вся команда Ивл Джейнс Бегут на базу Понимает Что сейчас Навик Будет устраивать Осады Паник Моментально Улетает Обратно Почти хватает Им надо Будуть Софтрейлы Если что Сейчас вернется Но пока Надо отпушить Лейны С базы Не выходит Он понимает Что Тинкер Может его подловить Понимает Что у Тинкера Там Блокимбар Так С бегом Мы с ним Проверим Но сейчас Только таймер Появится Да и минут 43 секунды Очень долгий Рошан Этот Рошан Сейчас команда Будет держать В невероятном напряжении То есть Затаймили Сходили Проверили Не увидели Но и сейчас Так и должны Вертесы Постоянно Люди вокруг этого Рошана Проверять должен Лекам Волками Либо Пак Арбом У Йелл Джейнс Такой роскоши нет Нет ни волков Ничего в таком духе Переходится Проверять вручную Пока что Забирает обратно Себе свой лес Артизи продолжает Фармить стаки 4000 у него уже Ну и посмотрим Как быстро У него появится Госэптер Эфирил Дагона И так далее Будет ли он делать Бладстоун А Мэйсен Уже практически Доделал себе Свою рефрешеру Обливин став Закуплен Три сотни осталось До рецепта Нави покажем Отфармливает свой лес Очень важно Сейчас отфармиться Саппортом Как можно быстрее Доделать блокимбара Себе Куроки почти хватает Уже на рецепт Буквально минута осталось Пару-тройку Кэмпов Зафармит Уже будет замечательно А Бэйн похоже Так и не надеется Что Блэкинбар Он в ближайшем Времени купит Прогнали они Артизи И Улджинис В тем временем Поджимбает Ботом лейн Зная что Нави все бегают По лесам По своим Но особо Тоже не утерствует Блокирует Здесь эншотов Тайдхантера Отпрыгивает Так попался Попался Артизи Сайтовой сдает Дэнди Тем не менее Финсгрип Ну и объясняют Мппей Что Блэкинбар Здесь В общем-то Даже нажатина Не успел Но тем не менее Блэкинбар Это бы Значение не имело Бэйн и Нави Себе забирали Не просто так Летят подарки Но Тинкера уже Не досчитали 60 секунд Не будет Тинкера Однако Рошан Все еще мертвый То есть За это время Как минимум Нави Не получает Рошана Тинкер успеет Респаунд Сейчас Так ну что Смотрим Очень равный матч Как видно 72 1071 По золоту Идут нос к носу По опыту Совершенно такая же ситуация Даже меньше 1000 Отставания В Нави По опыту Уже есть Сенткинг с Блэкинбаром Чтобы не забивали Мы Эпицентр С Госсептером Потенциал Уилл Джейнсу Все еще есть Но Сейчас Каждая потеря Тинкера Будет значить Для них Потеря Большей части Карты Собственно Бен Чувствует Настолько комфортно Что Прямо Таки готов Ставить Вард Чуть ли не Под базой Зашел Поставил Телепортируется Похоже Видно его было вышкой Дневное время суток Есть информация Про вард Локами Постоянно Смотрит хвост Постоянно Проверяет Рошан Ну и вот он Наконец-то Рошан Появляется Уилл Джейнс Информации Про это Нет сейчас Никакой Им надо Ходить Проверять Нави Пора Собираться Надо Звать Дэнди Дэнди Отпушит Лейн Пока Включил Регеныш Делает Тинкера Тинкера Действительно Тут Отпушивает Лейны Не думаю Что Дэнди В одиночку С ним Слазит Хотя Сейчас Проверим Показал Тинкер Сразу же Отпрыгивает Перепугался Дэнди Там пока Развлекает Артизи Хвост Грызает Уже В Рошана Смекнули Наконец-то Илл Джейнс Что-что-то Здесь Неладно Слишком Давно Никого Не видно Пошли Проверять Рошана Прыгивает Мэйсен Внезапно Здесь Хвост Приходится Трать Блэкинбар Праймал Сплит Трать Мэйсен Не жалеет Рошана Рошан Дабили Дайр Лекан Забирает Эггис Здесь Катает На ветерках Фаник Влетел Дэнди С Блэкинбар Хвост Хвост С Эггисом В принципе Ничего не страшно Но и здесь Война Нашли Пупе Дали Мы сайты Вайсику Рокки Рассказывает Блэкинбар Хвоста Убили Выбивает Эггис Здесь Юла Налево Направо Одному Второму Артизи Блэкинбар Улетает Юниверс Замедляет Юниверс Станет Орф По нему Дали Ну и добивает Еще Юниверс Форстав И просто Телепортироваться Стан Наконец-то Дает Амстан Фаник Забивает Телепорт Так Рокки Получает Таким образом Даблкил Ну что Внезапно Выяснилось Что несмотря На все Свои Ультимейты Юла Дженис Ничего Толком В тимфайте Сделать Не могут Кто У них Перебегает Кто Оказывается На фронтовой Тот сразу Получает Юлы Один за Одним Получает Либо Финсгрейб Либо Что-то Еще Пупея Конечно Сейчас Убили Но Финсгрейб Потрать Успел Успел На себя Принять Сайтов Вайс Которым Могу достаться Кому-то Еще А Хвост Дэнди Просто бегает В блокимбарах И всех Грызут На коврике Теперь Чем Мэйсен Мэйсен Убивает Ну это Минута Без Бремастера Тедхантер Сейчас Появится Тедхантер Без раунжа Его никто Не боится Но это Скорее всего Потери стороны Команды Юлджиниус Очень смело Влетел Мэйсен Пытался Собрать Рошана Как минимум Опыт с нем Собрать Либо Убить Айгос Но хвост Ситуация Проконтроллеру Рошана Они добили Айгос Забрали А потом Уже Пошла Рукопашная Погибает Ранжовый Барак Просто приходится Стараться Блэкинбаром Понимаю Что рядом Тинкер Который Даст Сайтов Вась И хвост За Блэкинбар Барак Должен убивать Есть дальний Найфмар Ппд Подбрас Продолжается Погоня Из блинков Все влетают Куроки Просто включил Блэкинбар Нажимает Свои кнопки Ну и Зай Финс Гриппи Пока это происходит Дэнди Погибает От Артизи Тем не менее Куроки Просто бежит Загорелся Как праздничная Ёлка Убивает Теперь еще И Тайтхантера Фанник Сайтов Вась Но погоня Уже за Ппд Тинкер Фонтан Но уже Осталось Совсем Мало Так Еще один Найс Пас Жакира Будо Забить На этом Ром Наконец-то Дали Пока что Найп Перегруппироваться Не стали Увлекаться Улетает Обрата Мейс Он уже Готов Наступать Очередная Аспат Надо Отходить На самом деле Найп Мана Закончилась У Куроки Финс Грипп Тоже Потрачен Блэкинбар Все В кулдауне Хвост Конечно С хард В Тарас Он ничего Особо Не боится Но Лучше Не затягивать Сторону Они сломали Найп Довольно Результатом Отбегают Бладстон У Тинкера К слову Не стал он делать Ни догон Ни Эфириал Блейды Понимал Что там Блэкинбара Собственно Из-за этого Было принято решение Ну а теперь Уник Сахар Тарас Фаник Тоже будет Не пробить Готов Просто бегать Наступать На марш С вами Спайт Керпесом Вбегать Самый гуще Тимфайта И в принципе Он и так Это делал Нави дают Понятие Что раз Игра затянулась Сейчас начнутся У них проблемы Да и в принципе Уже начались Уже сторону Потеряли И Только и ждут Когда Нави Придут На следующий пуш Но Нави Больше ждать Особо нечего Давайте покликаем Здесь Д-300 конечно Хвоста Но слотов У него попросту Не осталось Придется продавать Вадмир Софринг Фаник Тоже себе Артефакт Закупил У Бэйна Понятно Что Блэкин Бар У него так и не появится Погибает он Каждый раз Первый Но Собираются Собираются Уже вместе Слоу Бусти Руку Рокки 200 хп У Лешака Аганим 18 уровень Он огромнейшее количество Урона в тимфайтах На самом деле Наносит То есть Даже здесь При этом пуша Было видно Что Схватили Сэнд Кинга Пошел его спасать Тайт Хантера Наткнулся на Лешака И так Лешак Его просто гнал Просто шел за этим Тайт Хантером И его Убивал Своим ультимейтом А Юл Джиннис Не сдаются Собираются Они под хаграндом У врагов И хотят попробовать Свой пуш Хост прибегает Хост просто включает Ультимейт Пошел грызть Получает моментальный Юл Как немного неловко Получает Аспат На него Прыгивает все подряд Хост все В себя впитывает Впитывает в себя рауш Есть Блэкин Бар Если что Можно будет нажать Пока же просто убегает На Хейст Свой ультимейт Получил камень вдогонку Далее мы еще один Сайт Ивась Хост все еще живет Ничего не стал нажимать Особенно Ну и здесь уже Пошли и Дрим Койла И Пицентры Фаник погибает Несмотря на свою карту Тарас У Куроки неприятность У Куроки сгорел Своим стримейтом Тем не менее Тоже погиб Дэнни нажимает Блэкин Бар За ним в погоне Артизи Рефрешен нажимает Бремастер Это позволяет Убить Пупе И похоже Хотят разменить сторонами Сейчас его Джиннис Точнее как Разменить сторонами Забирать обратно В сторону Которую у них сломали Нави Лекан выжил Все в него сдали Но тем не менее Лекан просто бежал Так и бежал Квост То что он сохранит Свой Блэкин Бар Это сейчас Должно оказать На самом деле Неоценим услугу Нави Квост готов возвращаться Готов сейчас будет прогонять Но их только двое Квост ожидал Что чуть больше людей Останется в живых Что ли посему И действительно Нави теряет сторону Перемещается на вторую сторону 30 секунд Полминуты есть Уилл Джиннис На самом деле Намекают Дэнди Что надо дефать Дэнди влетает Начинает с них размещать В хвост тоже Ультимейт свой дает Побежал Включая свою форму Вгрызает свой юниерса Рядом Артизис Сайту Вайс в хвосту И пора Подложили под нем Макропайер Хвост бежать Сайту Вайс ему не страшно За ним в погоне Зай Станет он наконец-то Эту сынью Хвост продолжает носиться Узнает что у него Ультимейт достаточно долгий Ему вообще ничего не страшно Наконец-то Блэкин Вар Угрызается в Зай В Зай В Гост Септер Думает кого же бить И в итоге хвост Просто погибает Хвост моментально Выкупается Время он затягивал Очень долго Уже респаунулись саппорты Ну и наконец-то Приходит группа в поддержке Приходит Куроки Приходит Никс Ассасин Убили одного Убили второго И то что Ликам погиб В итоге для Нави Не так и страшно Учитывая что это был Развод на Байбэк Хвост просто бегал И в себя впитывал Ну и для Юл Джиннис Сейчас на самом деле Огромная проблема То что не хватает Станов на то Чтобы пробить хвоста Ну точнее Не совсем понятно Станов или урона Скорее всего Все же урона То есть дают ему Брострак Дают ему Айс Паф После этого выясняется Что у него Хейст С Шейп Шифта И тот бегает С Айту Вася Ему нипочем Слот Тинкера В итоге оказывается Для Тинкера И проклятим Что С хвостом Никак не справится Улетает Тедхантер Моментально Получает Финс Гриб Финс Гриб Сразу же забивает ППД Сам стоит в Тане Сам получает С Айту Вася Это минус Джакира Ну и Нави Идут ломать Кагранд Идут ломать Нэншин Зай Нажимает В эпицентр Нажимает Рауш Тедхантер Пока что все живы Паник подбросит С себя на Юле Если катается на Юле Лешак Ну и Нави Постепенно отступает Торопитесь хвост Пропал у него ультимейт Пупей попался Зая подбрасывает Настанет Фаник Куроки Зая должен добивать Ну и сейчас Служится обратно Мэйсен Мэйсен успел конечно убить Пупей Выкупается Моментально Зая Выкупается обратно Пупей Мэйсен на рефрешер На хвоста Хвост Ультимейт нажимает Ультимейт спел откатиться Ну и Фаник Надо прогонять Артизи там накручивает Своя ракета накручивает Свои киксы Фаник Все сдают Фаник Закрыли В кустах Просто Фаник добивает Ну и здесь Мэйсен тем временем Развлекает хвоста Дает им по кулдауну циклоны Заканчивается ультимейт И хвост Остался без байбека На фронтовой Хвост попался И сейчас Должны его добивать 10 секунд Тем не менее до ультимейта Пока что живет За счет Всей своей плотности Бегает кругами Блэкин бар Даже нажал Сейчас откатится ультимейт И хвост выживет Если он нажмет Он-то знает Бегает Блэкин бар закончился Ну и Прожимает Бежать Отлично отыграл Если бы погиб Сейчас хвост Ага Встречает Встречает у Артиви Поцепить бы стану Борострек Буквально чуть-чуть Не достает Артиви продолжает прыгать Хвост все еще живой 30 кп у хвоста Вызывает некрономик Гаш Наконец-то хвоста добили И вот Джиннис Все-таки обыграли Ликана Ну и готов ломать Ликана не будет 95 секунд Бэйбэка там Понятное дело нет Где есть бэйбэки Бэйбэков вообще Мало в игре Только у Тедхантера Только у Брюмастера Для наив Наступает тяжелое время На Без хвоста Сейчас Придется пытаться Дефать На мид перемещается Илджинс Они понимают Что вышка здесь Почти разломана Полминуты до рауза Сейчас откатится Праймасплит Минута до рефрешера Эпицентр в наличии Так Сайта Вайз Зая Сразу пошли все Начинают бегать Фаник Сайта Вайз получает Куроки Блэкимбар Прожал Забегает Самое пекло Наносит огромнейшее количество урона Сейчас Прогоняет он Жакира Здесь Упея находит Дримкуил Дает Дэнди Но это позволяет Тем не менее Добить Куроки Лешак погибает 40 секунд Не будет ни его не хвостать Здесь Убивает Упея уже Брюмастер Упея пытается Спасти себя Найтмар Найтмар сразу Забирает на себя панды Фаник Постанем Фаник Скажется Тарас Очень долго его будут бить Скорее всего Фаник Атак придется Оставить живых Но нет Фаник окружили Маны совсем нет У Юниверса Получает Юла Дэнди Подкладывает Аспат И Фаник все-таки Начинает фокусировать Свой Юлу Нажимает на себя Пытался жить Стоит в танах Аспат корпуса Но Фаник Добили Дэнди Пытается выжить Пытается убежать Ну и Фонтан Действительно убегает Пора уже наконец Обратить внимание На Бараки Но вместо этого Бьют Эншент Сейчас появится Хвост Сейчас появится Куроки Который жив Рано живает За счет Бластона Моментально Юл Брюмастеру Там должен сейчас Откатываться Рефрешер Собственно Рефрешер можно нажимать Рефрешер он нажимает Барустрайк Прайма сплит Пошел эпицентр Куроки Стоит у него Блэкинбар Уже успел откатиться Так долго они здесь Гонялись за Фаником Ну и пошли станы Нарево направо Куроки погибает Все-таки первым Дэнди Пытается жить Погибает Как не пытался Прохилить Куроки Своим Бластоном Но это Эншент На хвоста Просто внимания Можно не обращать Можно катать его Сейчас на циклоне Складывается обратно Мэйстен И стоят вручную Эншент пытается разобрать Хвост Единственный живой Спускается обратно Закончился Секунду до ультимейта Сейчас нажмет Если будет выживать Но уже пошли Чен дизейблы Диджи Илл Джинниус Все-таки побороли Нави Несмотря на потерю стороны Вернулись обратно Для начала Разменяли обратно То, что потеряли Вернули себе сторону Довольно неловко Была драка Золотоп На самом деле От Нави Ну а потом уже Одна сплошная драма Друг за другом Гонялись по всей карте Тимфайты Продолжительностью В 10 тысяч лет Тем не менее Илл Джинниус Ведут 2-0 Уф Ну что Решающий матч Сейчас будет для Нави Если Нави проиграют Рискуют просто Проиграть Беста Файв В 3-0 Поэтому пока что Ждем перерыв А потом уже посмотрим Сумеет ли отыграться